МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Осень". И одна из прекрасных ее примет открытия нового театрального сезона. Новые тенденции, имена, постановки и трудности. Чем удивят, порадуют, а может быть, просветят новосибирского зрителя театры. Кто он, сегодняшний зритель, и что это, современный театр? Производство, где продукт, спектакль, или все же дом, где живет искусство? Как выживаются бизнес и мельпомена? Не трудно ли в отведенных рамках? Это вопросы национального интереса. Сегодня здравствуйте. На этой неделе стало известно, попечительский совет, созданный в Новосибирском оперном, возглавит губернатор Новосибирской области. И скажите, пожалуйста, вот значит ли это, что есть четкое понимание у власти, зачем ей театр? Как формулируют задачи и роль попечителей в новом сезоне? Давайте начнем с этого. Впервые в истории Новосибирского театра оперы и балета сформирован попечительский совет, который возглавил губернатор Новосибирской области Василия Алексеевича Юрченко. Я думаю, что это конкретный поступок, конкретный шаг, который позволил привлечь в попечительский совет разный бизнес людей, неравнодушных к искусству, люди, которые... Некоторые из них точечно раньше помогали театру, но сейчас речь идет о системном подходе, о том, что театру оперы и балета необходима поддержка, в Новосибирске финансовая поддержка. И этот процесс формирования попечительского совета шел исключительно добровольно и по любви. Вот вы сказали по любви. И это понятно, попечительство, оно никак иначе не строится, но все равно уже, наверное, есть некие расчеты, неких средств, которые будут привлечены. И для чего они необходимы? Что получит зритель в результате образования такого попечительского совета в оперном? Я должен сказать, что Новосибирский оперный театр – это федеральный театр. Поэтому источник финансирования, бюджетного финансирования, это федеральный бюджет. Если говорить о полноформатных спектаклях, то в Новосибирске оперный в последнее время количество постановок уменьшилось. Потому что цены выросли, финансирование на четыре полных постановки, как бы нам хотелось, две оперы, два балета полноформатных в год. Сейчас средств таких не хватает. Нужно софинансирование со стороны местного источника, Новосибирского региона, городского источника. Ну, я имею в виду жителей бизнеса и так далее. Ряд проектов, которые мы будем делать вместе с попечительским советом, мы об этом тоже говорили, это новые постановки, это фестиваль балета поддержкой, на более широкий уровень вывести его. Это покупка новых инструментов, софинансирование, ну, еще там ряд проектов. Я, наверное, не ошибусь, если предположу, что софинансирование, поддержка нужны не только новосибирскому оперному, но и всем театральным коллективам, вне зависимости от источника финансирования. Скажите, а по каким критериям оценивать работу театра? Вообще, вот что сегодня в оценке качества? Это количество поставленных спектаклей, это количество привлеченных зрителей или собранных денег, и вообще, вот как касса влияет, определяет, может быть, творчество, или этого не происходит? Как мне кажется, так было всегда, и, наверное, так должно быть. Когда театр датируется, не датируется не театр, а датируется тот зритель, который приходит в театр. То есть, мне кажется, что государство, Ли, или кто угодно, помогающий театру, он на самом деле датирует вот этого зрителя, который пришел. И чем больше зрителя приходит, тем больше нужно его датировать. Кто это определил? На самом деле, искусство вообще вещь дорогая достаточно. Это хорошо, наверное. Ну, я думаю, что это так. Но, к сожалению, часто культура все-таки финансируется по остаточному принципу. Это я не про город, и не про область, а вообще, в принципе, в государстве все-таки финансирование культуры по остаточному принципу. Я думаю, что это, в общем, очень серьезная проблема. Что хорошее, что плохое, как определить, конечно. Определить невозможно в искусстве, потому что в искусстве совершенно другие критерии. И на любой предмет искусства найдется свой зритель. Ну, я уже не говорю, конечно, о халтуре и о каких-то совершенно непотребных там, скажем, объектах. Я говорю именно о культуре, о том, что происходит в профессиональной среде. Вот вы, видимо, имеете в виду функцию просвещения. Театры должны просвещать, даже если, может быть, ну, не кассовая постановка, сидят не так много зрителей. Ну, вот, есть же мнение, что театр жив до тех пор, пока есть место в нем драматургии, да? Причем в таком классическом понимании. Вот какой он сегодняшний зритель? Зачем люди ходят сегодня в театр? Развлечься, блеснуть нарядами, поддержать разговор на завтра там на работе, да, ой, я там вчера был в театре, там был весь бомонд, или все же идут думать, сопереживать? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, потому что у каждого театра есть своя программа творческая, есть свой манифест к своему зрителю. И у каждого театра есть, и у каждой, ну, культурной организации свое лицо. Мне кажется, что в какой-то период, в 90-е годы, был провал зрительского интереса к театру. Сейчас же, мне кажется, то, что он возрастает именно к театру, к театру и музыкальному театру, и драматическому, потому что все равно засилие телевидения, засилие сериала, шоу, программы, других развлекательных вещей, они приводят к насыщению определенного. И зритель требует уже более другого подхода. Какого? Зритель, мне кажется, он умнеет. Ему становится... Он не только ходит развлечься в театр, но еще и подумать. По крайней мере, у меня в театре, я такие лица вижу, меня это очень сильно радует. Поэтому в плане зрителя у нас все хорошо. Другое дело, что возникает проблема такая, опять же, я из личного опыта, что мой театр может работать и 30 дней в день, но финансирование у него только на 14. То есть здесь вопрос не то, чтобы сократить количество. То есть мы готовы играть, и к нам зритель пойдет на все эти 30 дней, но мы не можем себе позволить, иначе мы начинаем работать в минус. Получается, что мы сознательно делаем меньше, чем могли бы. Вот это проблема, которой, мне кажется, стоит задуматься. Попечители, меценаты, они готовы? Попечители, да. Насколько они готовы? Ну вот первый театр, он вообще создавался как театр частный. Я потому и спрашиваю. Да, и целый год на попечительский совет в виде одного человека платил нам зарплату. Потом, когда мы перешли в государственный статус, стало, с одной стороны, легче, потому что стало помогать государству, а с другой стороны, как-то денег брать уже у людей со стороны как-то и совесть не позволяет, одним словом. А законов, когда регламентируют эти отношения и интерес, чтобы был у людей интерес вкладываться туда, ну, мне кажется, их пока сейчас, они не выработаны. Сама постановка вопроса, зачем нужен театр и что он должен делать для зрителей, ну, она может быть не совсем корректна. Уже то, что мы находимся в программе под названием «Национальный интерес», уже говорит, что сам институт театра, как таковой, для наших жителей, и не только жителей России, но, наверное, каждый из стран, он очень важен. Извините, я перебью и поправлю. Я задала вопрос немножко по-другому. Что есть театр сегодня и зачем туда ходят люди? На этот вопрос пытались ответить многие великие деятели культуры, потому что одни говорили, что театр – это кафедра, другие говорили, что театр – это зеркало жизни, третьи говорили, что театр призван доставлять зрителю катарсис, и однозначного ответа дать было невозможно никому, потому что та сумма составляющих, которые представляет собой такой институт театра, она очень велика. И когда мы говорим о том, какой нужен театр сегодня, как определить систему качества, какие должны быть индикаторы оценки этого качества, то мы всё время чаще всего упираемся в какие-то чисто фактологические данные, потому что, когда мы говорим о том, как финансируется театр, то сегодня, например, все театры, которые находятся в автономном, а уже, по-моему, до недавнего времени и государственные бюджетные учреждения, они финансируются по государственному заданию, которое предусматривает разные фактологические показатели, а именно количество спектаклей в течение года, наполняемость зала, количество произведений зарубежной, отечественной классики или современных произведений. – Количество детских спектаклей у каждого театра – это везде прописано. И в соответствии с этими прописями каждый театр и датируется на определённую сумму. Другой вопрос состоит в том, хватает ли той дотации, той субсидии, которую получает театр, на осуществление своих замыслов. Потому что если оперный театр не в состоянии на ту государственную субсидию поставить желаемое количество постановок, его можно понять. Но в таком же положении находится, наверное, каждый театр, в том числе и театры субъекта федерации, то есть театры, принадлежащие Новосибирской области. Мне, например, приятно за коллег, что у них попечительский совет возглавил губернатор Новосибирской области. Он у нас главил попечительский совет оперного театра, наверное, потому, что уже два года является председателем наблюдательного совета нашего театра. И нужды театра ему уже за это время стали далеко не безразличны. Новосибирск. Новосибирская область. Третий город, третий регион по числу театральных посещений. Вот все, кто здесь сейчас находится, являются савторами этого результата. Это обстоятельство должно учитывать театры, зрители и власть. Обязательно. Скажите, а насколько власть государства готовы оплачивать эксперименты? Ну, мне кажется, в любой спектакле это и есть эксперимент. Разве нет? Безусловно. А вот как вы оцените эксперимент? Что вы имеете в виду под экспериментом? Ну, для меня это, конечно, какая-то немножко тоже такая загадочная история, потому что... Ведь мы же понимаем, что все уже, наверное, было где-то, и когда-то мы со многими вещами сталкивались, но как это объяснить? Вот ведь... Хорошо, давайте я предложу вам свой вариант. Вот альтернативный взгляд на произведение. Гроза. Допустим. Допустим, Гроза. Но я не считаю, что это эксперимент. Потому что этот спектакль сделан все-таки по законам профессии. Мы сейчас очень много говорим о таком волшебном творчестве каком-то, об искусстве и все прочее. Переходим постепенно к... Но мы забываем еще, на самом деле, для меня просто это очень больная тема, не то что больная, я прямо об этом очень много думаю и как-то пытаюсь как-то воплотить. Мы забываем о том, что есть еще профессия. Понимаете? При том, что есть ваша профессия, есть моя профессия, да? И мы... Есть профессия артиста, есть профессия художника. И мы... Есть какие-то некие все равно законы. И есть некий опыт накопления этих вот законов и каких-то правильных выводов. И мне кажется, что в этом случае Гроза – это все-таки произведение, сделанное по неким законам, где они соблюдены. Где, может быть, нет до конца некоторых... Некоторые темы сняты, некоторые темы там не были нужны постановщику, но профессия там есть. Но я же не говорю, что там нет профессии. Мой вопрос звучал несколько по-другому. Готово ли государство участвовать, пусть не в эксперименовании? Я, наверное, отвечу, Алексей Михайлович, на этот вопрос. Вот экспериментом можно назвать то, что делал в Петербурге режиссер. Он хотел поставить спектакль с чиновниками «Ревизор», где бы Валентина Прикотенко, да... А Валентина Матвиенко играла Городничева, и, собственно, и вся группа чиновников играли бы в этом спектакле. Это был эксперимент, наверное, который вы говорите. Но он у него не получился. Зрители, как часто они бывают, недовольны. И что в этом случае делают зрители, и что делать? Они требуют денег, как выступают театры. Понимаете, те, кто недоволен, те активны всегда. Они пишут, они требуют, они публично живут, а те, кто доволен, они это в себе держат. Ну, со своими друзьями. Ну, наверное, это и правильно, в общем-то, и неплохо. Это очень хорошо, но создается обманчивое впечатление, что недовольных больше. На самом деле, на самом деле, недовольных меньше. Скажите, а вот как быть с тем, что опираться всегда проще и правильнее, наверное, на то, что сопротивляется? Вот есть такое мнение, да? И есть такое мнение, что в Новосибирске вообще нет профессиональной критики. А критика, она же, наверное, дает возможность развиваться. Вы знаете, чтобы было все хорошо, Да, чтобы было все хорошо, надо, во-первых, разделять профессиональную критику и профессиональную журналистику, пишущую, это очень принципиальные вещи, это раз. И второе, надо понимать, вот как мы понимаем, что есть три, все на троих в России, и тут три позиции есть, которые делают спектакль успешным. Первое, спектакль должен, должна быть заинтересованный, позитивный отклик быть у труппы внутри. Второе, спектакль должен пройти, как мы говорим, у критиков, и журнальных, ну, в основном у критиков, музыкальных, театральных, у меня. И третье, он должен пройти у зрителей. Вот если эти три совпадают, все, это маска, это гастроли, это долгая жизнь спектакля, это там тысяча всех хороших вещей. Но это очень трудно добиться. Но маска тоже не показатель уровня спектакля, это Борис Михайлович со мной согласится. Тем более, что те экспертные советы и жюри, которые составляют, так сказать, основу маски, они тоже бывают очень предвзяты в своих суждениях. Все в театре с большим интересом читают любые замечания о не только своей роли, но и о самом спектакле. Другое дело, что очень редко эти замечания могут быть объективны и доказательны. Вот это главная проблема нашей критики. Главный вопрос был задан. А зачем идти в театр? Ну вот, мое мнение, мы идем в театр, чтобы чувствовать, чтобы получать впечатление. И вот какого качества эти чувства, эти впечатления, какими каналами они идут, вот это очень важно. И я полагала, что сегодня я услышу, чем будут питаться наши чувства, зрительские и критические, журналистские. И мне очень было интересно, что же скажут вот те, кто это все уже знает, кто предвидят, как будет выглядеть этот год. А что касается критики и ее отсутствия, то вы знаете, мне кажется, что вы сами немножко в этом виноваты, уважаемые, дорогие директора театров. Потому что, ну видите, вот я себя считаю немножко критиком, которая взялась просто писать о театре, потому что я его люблю. Я очень люблю. Он для меня предметен. Вот начиная с этих дверей, ручек, с этих вот дам, которые приветствуют нас в гардеробе, артистов. Все, что касается театра, это очень интересно. И поэтому, да, это главный стимул, чтобы о театре написать. Когда начинаешь все очень хорошо знать, это немножко мешает. Ты тоже становишься вот таким производственником, как сегодня вот идет у нас разговор директоров театра, как директоров какого-то производства, а не тех, которые ждут нас и что-то хотят нам предложить. Я считаю, что вот критика, ну не может навредить сильному театру. А все присутствующие здесь – это люди, работающие в сильном театре. Театр многолик, поэтому сводить его только к чувствованию, наверное, не стоит. Это первое. Второе. Вы хотите, чтобы мы рассказали в захлеб о том, какие будут замечательные премьеры, как будут прекрасно играть или петь артисты, как будут хорошо ставить спектакли наши режиссеры. Все это будет. Все это будет, безусловно. Но это лишь одна из составляющих театра. Понимаете? А нам, профессионалам, требуется не только в захлеб какие-то возгласы, ах, как это здорово, это мы получаем от фанатов, фанаток. Нам требуются профессиональные разборы, спектакли, с объективных позиций. И тогда это мы понимаем, что имеем дело с нормальным собеседником, с человеком, который обладает профессией, и мы уже видим в нем либо оппонента, либо сообщника. Спасибо. О чувствах и ожиданиях, о том, что готовы предложить сегодня театры, о «Золотой маске», которую вы упомянули сегодня, о том, почему так немного наград получают наши новосибирские драматические театры. Обо всем мы поговорим, безусловно. И, как сказал Леонид Михайлович, все это будет, но сразу после рекламы. Итак, еще одна новость этой недели, новость из новосибирского оперного. Два спектакля будут претендовать на всероссийскую театральную премию «Золотая маска» в следующем году. Это опера «Фауст» и балет «Корсар». И все же, вот мы затронули уже немного эту тему. Почему так немного наград у наших новосибирских театров? Как вы считаете, что это вообще? Это жанр, вот спектакль на конкурс, спектакль для «Золотой маски», для жюри надо делать специально, или все-таки для зрителя? Давайте я отвечу. На самом деле, это просто недостаток информации о том, что мало наград у новосибирских театров. Может быть, это наша какая-то излишняя... В прошлом году, насколько я помню, не было ни одной у новосибирских театров. Вы понимаете, сейчас мы сравниваем, допустим, как будто «Золотая маска» – единственная театральная премия в России. Есть довольно приличное количество фестивалей, которые, ну, нельзя сказать, что они уступают уровням. Ну, как бы понятно, что это вся Россия, а есть еще некие отдельные... Мы как-то так сейчас говорим, что вот нет фестивалей, там вот только «Золотая маска», а есть же, допустим, «Сибирский транзит». Понимаете? Вот он есть у нас, почему мы про него не забываем сказать, да? И очень приятно, что этот фестиваль, который объединяет театры от Урала и до конца страны нашей, и приятно, что две награды есть у нас, у новосибирских театров, у «Красного факела» «Глобуса». «Золотая маска», да, называется «Национальная театральная премия». Но в данном случае, мне кажется, что нужно говорить не о самой «Золотой маске», потому что объективность «Золотой маски» тоже достаточно условна, и отбор у нее тоже достаточно политизирован сегодня. Наверное, речь нужно вести о театральности самого города и о статусе каждого театра, который работает в этом городе. И смею вас заверить, и, может быть, здесь мои коллеги со мной согласятся, что Новосибирск, пожалуй, наиболее театральный город из всех периферийных городов. Может быть, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. И то критическое сообщество, которое, конечно же, есть в России, оно, безусловно, каждый раз отмечает, что именно Новосибирск является, ну, скажем так, если не театральной столицей, то, наверное, театральным центром России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. И вот это, главное, достоинство, наверное, нашего города, а не те внешние, скажем, атрибуты золота, которыми иногда хочется блеснуть. Ну, мы не стремимся получить эти самые атрибуты. Я вам скажу, знаете, на самом деле, члены экспертного совета, они должны реализовать свой профессиональный интерес. Их профессиональный интерес заключается не только в отборе лучших спектаклей, ну, лучших с их точки зрения. Понимаем, лучшие всегда в кавычки ставим. А не только это. Они еще должны проявить свою профессиональную компетентность. Она заключается не только в отборе спектакля, а в том, чтобы афиша Маски была разнообразной. Разно-жанровой. Разно-жанровой, разно там. Очень поощряются новые имена. В ущерб даже качеству постановок. Новый хореограф впервые заехал с какого-нибудь Занзибара, заехал в Москву, поставил что-то, и вот это как замечательно. Такой великий хореограф. К примеру говорю. Вот эти факторы, которые становятся главными последние годы, которые отбрасывают спектакли классные, качественно сделанные, художественные, но в традиционной, реалистичной манере, допустим. Как у нас, «Лебединое озеро», которое сделано очень хорошо, качественно, художественно, которое смотрит здесь полные залы, которые показано было при полных залах Парижа, Мадриде, вот сейчас в Сеуле. Что надо еще, чтобы спектакль, сделанный талантливо, но классический, мне один эксперт на эту тему сказал, который был у нас прямо в глаза. Сколько же можно приглашать «Лебединых озер» на «Золотую Москву»? Вот ее интерес национальный в кавычках. Понимаете? Спасибо. Скажите, вот вы упомянули новые имена как обязательный, может быть, атрибут успеха, успешности спектакля. Понимание экспертов «Золотой Москвы». Хорошо. А руководители новосибирских театров, приглашая звезд из-за границ области, скажем так, зарубежных каких-то звезд, постановщиков, они не этим принципом руководствуются, другим каким-то? У нас что, своих нет? Я за всех не могу говорить. В первую очередь, руководители театров руководствуются тем, что будет востребовано, что выйдет хорошего из-под пера, назовем это так, того или иного постановщика. Понимаете? Потому что этот спектакль должен быть, в первую очередь, востребован не узким истетствующим кругом критиков, а широким пластом наших зрителей. Вот Айна Срубекис, главный дирижер, музыкальный руководитель нашего театра, это результат поиска широкого. Не надо искусство и географию путать. География – это география, искусство, оно особенно музыкальное, оно без границ. Выступлю от роли института, мы продолжаем учить наших режиссеров, именно для того, чтобы не надо было приглашать кого-то за рубежом. У нас уже есть тенденции, некоторые из наших ребят, уже которые учатся, они уже ставят спектакли, и я думаю, что если их поддерживать, они вырастут у настоящих крепких мастеров, надеюсь, что они не уедут куда-нибудь в Москву или в Европу, и наше государство, и наша область удержат, ребята заинтересуют как-то финансово здесь. Итак, в Новосибирске открывается новый театральный сезон. В театрах сейчас самая напряженная работа, но а каков будет итог, решать нам, зрителям. Благо, выбор, он есть, и он немалый. Удачи всем, и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин